Наталья Гладких помнит, как в ее родной деревне в Свердловской области устанавливалась советская власть, ведь родилась она еще до революции, в 1914 году. Во время Великой Отечественной войны ковала победу в тылу, была трактористкой, всю жизнь заботилась о детях. Я люблю бабушку очень сильно, и не желаю, чтобы она не болела. Всю свою жизнь Наталья Яковлевна была жизнерадостной, она и в свои 100 лет оптимистка, а вот к врачам никогда ходить не любила, да и необходимости в этом не было. В больницу она никогда не ходила, уколов она боится, никогда ее не затянешь, собственно. Сегодня со 100-летним юбилеем долгожительницу поздравляли представители муниципалитета. Письма прислали президенты Владимир Путин и Рустам Мениханов, а на завтра назначено семейное торжество. Соберутся все глотки, их трое детей Натальи Яковлевны, шестеро внуков и два правнука. Всего в Нижнекамске 12 100-летних жителей, двое из них живут в районе, 10 в городе. А самая старшая Нижнекамка в этом октябре должна отметить свой 103-й день рождения. Евгения Корбакова, Ренат Харасов, Новости НДР.